Всем привет! Если вы пока не научились разбираться в сортах дерьма, это видео для вас. Вопрос, который почему-то интересует многих. В чем разница между проституткой, эскортницей, содержанткой и любовницей? Благодаря тем девочкам, которые приходили ко мне на консультации, и благодаря их личным историям, я наконец-то смогла разбираться в этой градации. Итак, погнали. Проститутка – это женщина-девушка, которая конкретно имеет такс за свои услуги и придает себя населению. Эскортница – это проститутка, но которую используют не только для секса, а также еще для каких-либо выходов в свет, совместных походов в ресторан, кафе, магазины, берут с собой в путешествия и так далее. Ну, это как бы, типа, проститутка, но количество часов не суммируется, а просто в определенную сумму уже закладываются ее услуги, ее личное сопровождение. Содержанка. Содержанка – это девочка. А, кстати, почему я стала тебе все рассказывать? Я скажу свое личное мнение, кому из этих девочек, как мне кажется, лучше всего живется, кто из них лучше всего устроился в этой жизни. Далее идем. Содержанка. Содержанка – это девушка, которая знакомится с мужчиной, как правило, это женатый мужчина, либо мужчина, который сильно занят, у которого есть его работа. И вот он в своей личной жизни уделяет только качеству каких-то встреч. Содержанка, она может жить с этим мужчиной, ее боготворителем, может не жить, без разницы, но он содержит уже все конкретные ее расходы. То есть он не только ее возит на море, но он оплачивает ей жилье, он оплачивает ей покупки, он оплачивает ей какие-либо поездки и так далее. То есть он ее содержит. И сейчас, заметьте, не идет речь о суммах, потому что может проститутка стоит 1000 долларов в час, а содержанка может стоить, не знаю, там за 200, например, в месяц согласиться, и норм вообще как бы. И любовница. Любовница. Не всегда у нас любовница – это именно женатого мужчина, но как правило. То есть это женщина, которая любит, а не просто за деньги трахается с конкретным мужиком, либо за содержание. Окей. Значит, давайте теперь мое личное мнение. Ну смотрите, как бы эскорница и проститутка, они продают свое тело за деньги. Любовница и глупая содержанка, они в купе к телу продают еще свои мозги плюс свою душу. Особенно это касается глупых любовниц. Если они прям глупые, то они прям у нас самые будут обиженные, потому что они не просто мужчине отдают свое время, свою любовь, свою заботу, но свою душу. И когда мужик такую любовницу кидает, ей, блядь, очень обидно, ну прям очень. И вот здесь случаются самые страшные истории, когда эти любовницы, там, этих мужиков, блядь, и режут, и порчу на них наводят, и так далее. То есть они самые обиженные, самые несчастные, им наиболее всего больно. Простите, забеду мыши, но мне очень жарко. Так вот, по моему мнению, все-таки, в этой всей схеме кто в самом выигрышном положении? Ну тут либо будет очень дорогая скотница-проститутка, которая как бы похер на душу, она просто потрахалась и пошла, собрала денежки, которые задорого себя продают. Либо та любовница, которая станет женой. Та любовница, у которой есть в планах выйти замуж и присесть уже на полное обеспечение этого мужчины. Самое клёвое то, что она, конечно, всё это, безусловно, разделила на касты, даже рассказала, где полезно. Вы потеряли три минуты жизни, смотря это видео. Но главное, что она поняла, какие женщины более-менее там дают, какую-то выгоду имеют, какие не имеют или не особо. Но мне кажется, в принципе, сия информация была абсолютно очевидной. Ну, видите, оказывается, некоторые не разбираются. Я скажу так, уважать вот этих вот мадам, разделяя на какие-то типы, не типы, я ещё, в принципе, пойму любовниц. Ну, то есть, действительно, там у них как-то всё это по любви и всё такое, да. Ну, глупая, не глупая, не от большого ума или от большого ума всё это делается. Но когда именно за деньги спят и переравнивают вот этих всех эскортниц и шаблон к любовнице, это немножко неправильно. Я считаю, что любовница вообще, в принципе, к этому списку не должна никак относиться. Это раз, во-вторых, вот эти вот эскортницы, нескортницы, проститутки, содержанки, это всё одно и то же. Всё, что за деньги, это проституция. Как ты это не называй, как ты это не переукрашай, это проституция. Как бы это обидно не звучало, как бы там бабы не закидывали мне помидорами, обзывая всячески, это так и есть. Просто дело в том, что содержанка эта может быть бытовая, прости боже, да. А эскортница и, прости боже, это женщина, которая конкретно устанавливает ценник за своё тело, за свои услуги. И, соответственно, не знаю, дерьмо есть дерьмо. Всё. Субтитры создавал DimaTorzok